Добрый день! Сегодня новый тип головоломок на канале. Это Даян Бермуда Куб. Много лет назад, примерно 7, я купил часть коллекции Ивана Цикова, и там были вот эти Бермуда Кубы. Их было 8 планет и еще 2 домика. Спустя годы я докупил еще 2 кубика из этой серии в виде такой вот бочки и звездочки. И теперь коллекция вроде полная. Есть еще конечно Бермуды Мегамиксы, но про них как-нибудь в другой раз. И все эти годы я ни одного кубика не собирал. И все кубы, что я у Ивана в этой упаковочке приобрел, они так и лежали все 7 лет. И вот на днях я один отсюда извлек, остальные так и остались запакованы. Переместил его в коробочку из-под нового кубика, ну из-под бочки. И сегодня про него расскажу. Это Меркурий. Коробочка видимо у всех одинаковая, поэтому я поместил и Меркурий сюда. Здесь вот различные схемы показаны. Здесь продолжение. Вроде так. Дайан Бермуду куб. Это современная коробка. По крайней мере куплена она намного лет позже, чем произведены вот эти кубики. Ну и посмотрим, что внутри. Естественно никаких инструкций. И вот такая вот трешечка. Видим мы Меркурий. Названия такие же были и у Крейзи кубов. Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран и так далее. И с другой стороны Дайан. Почему же Бермуда куб? Да потому что здесь есть треугольник. А если посмотреть на остальные какие-то треугольники, там тоже есть. Есть два домика с разными крышами. Зеленая и красная. И остальные семь планет в виде кубиков. Все чем-то отличаются. Я пока перемешал и собрал только один. Но давайте посмотрим, что же в нем особенного. Чем он отличается от обычной трешки? Размер примерно такой же. Кажется, что чуть поменьше. С этой стороны похож на Фишер Куб. С этой стороны треугольник. С боковых вообще похож на Миксап. Либо на обычную трешку с непропорциональными элементами. Ну Миксап такой крупный центр есть. Как же вращается? Получается как Фишер. Попробуем с другой стороны. Не вращается. Хотя хочет. Здесь мешает треугольник. Я когда первый раз достал, тоже так сидел, недоумевал. Вот вроде бы ничего не мешает вращению, да? Но вот так вот не вращается. Потому что снизу надо бы повернуть. Повернул снизу. А не вращается все равно. То есть вот разрез. Вот разрез. Вот разрез. Везде все есть. Но ничего не вращается. Ну а просто надо в соответствии вот с этим разрезом подвернуть. Вот так. И тогда вращаться будет. И собирается интересно. Я конечно собрал. Естественно никаких обучающих видео не смотрел. Так как самому интереснее. Попробовал сначала собирать с белой стороны. Очень легко собираются два слоя. Но потом с желтым надо что-то придумывать. Поэтому стал собирать с желтой стороны. Тут конечно посложнее. Но зато потом на белой грани можно попроще даже базовыми алгоритмами все дорешать. Давайте перемешаем. Да попробуем повторить мой успех. Немножко поскрипывает. Но это наверное потому что я мало собирал пока. Надеюсь не сильно вас это будет раздражать. При перемешивании форму меняет. Я пока вращал на 180 градусов. Но можно вращать и на 90. Так будет менять форму еще сильнее. Крепят пружинки. Надо с ним потом что-то придумывать. Так. Так. Белая и желтая грани вращаются без проблем. Тут им ничего не мешает. Проблема возникает когда вращаешь остальные. Здесь вот эти вот центры двухцветные. На них вот эти ребра очень похожи. Хотя понятно что центр оставить в этом месте не может. Ну нормального кубика. Хоть это и бермуда. Вот такое вот перемешанное состояние. Ну чтобы фон не мешал я его убрал. Пробуем собрать. К этому треугольнику как можно заметить вот такое вот трехцветное ребро хорошо подходит. И оно здесь одно с желтым цветом. Можно поставить его сюда. Но тогда что-то не так. Поэтому я поставлю к гипотенузе этого треугольника таким образом. Неплохо было бы его еще совместить с центром. Центр должен быть сине-красный. Вот такой вот. Хорошо. Можно развернуть остальные центры. Хотя не обязательно. Вот два стоят правильно. Вот это надо повернуть. Но так не вращается. Вот так можно. Ну и. Я развернул центр. Хотя наверное для этого еще рановато. Вернем. Сюда нужно поставить два ребра. Здесь вот стоит зеленое. И оно с этим зеленым цветом совпадает. Это неплохо. Сюда значит нужно желто-оранжевое. Так как синий и красный цвета уже здесь заняты. Поищем желто-оранжевое. Вот оно где-то здесь стоит. И как-нибудь его сюда нужной стороной поставим. Поэтому я преждевременно развернул центр. А так как сейчас уже сломал. Ну сейчас все починим. Так. Я восстановил. Смотрим. Центр хорошо стоит. Этот хорошо. Этот хорошо. А этот нет. Его надо развернуть. Чтобы вращался. Подвернем сюда вот это. Поднимаем. В сторону. И вроде бы вот так. Вроде не ошибся. Возвращаем обратно. Вот получается я собрал крест. 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 Он состоит из треугольного центра. Трехцветного ребра. И двух. Двухцветных ребер. Желто-оранжевое. Желто-зеленое. Напомню, что мы рассматриваем модель Меркурий. Где один треугольник. А тут фишер сторона такая. Другие модели наверняка будут собираться иначе. Когда-то давно я имел беседу с человеком, который их уже собирал. И он сказал, что они все примерно одинакового уровня сложности. Хотя кто-то может быть и попроще. Поэтому я не стал сильно вникать. И выбрал по порядку Меркурий. И с него начал. Потом возьму Венеру. Также от того же человека я узнал, что вот эти вот ребята являются шейп-модами того самого Меркурия. И в действительности это так. Рассвет хоть иная, но опять же треугольник. Здесь фишер сторона хоть и не похожа. Но здесь больше элементов. Их я как-нибудь отдельно пособираю. И отдельно расскажу. Пока еще не перемешиваю тоже. Значит, крест готов. Надо собирать что-то дальше. Но проще всего, наверное, начать вот с этих элементов. Здесь уже часть ребер стоит. И сюда нужно желто-зеленый. Желто-зеленый элемент. Не вижу его. Но зато есть вот желто-красный. Желто-красный можно сюда поставить. Я буду использовать какие-то алгоритмы F2L. Некоторые работают. Даже очень хорошо работают. Но далеко не все. И вот эти элементы становятся сюда проще всего. Ребра, вот эти квадратики, они симметричны. То есть элементы от фишера. И у нас здесь возможен псевдопаритет потом на противоположной стороне. Так. Сюда желто-синий нужен. Он здесь. Но пока не вращается. Не вращается. Подвернем. Попробуем его извлечь. Мне, кстати, понравилось, когда вот эти желтой стороной вверх смотрят. Их всегда легко сюда поставить. Через три пиф-пафа. Ребро тоже стоит. И часто они уже стоят. И ситуации, что ребро развернуто, бывают никогда. Кроме того случая, когда псевдопаритет нужно решить. Поэтому из этого положения можно просто сделать три пиф-пафа. Но правых мы не покрутим. А левые вполне можно. То есть три левых пиф-пафа делаем. Так. И вот у меня уже две пары стоят. Дальше посложнее будет. Попробуем вот этот элемент сюда поставить. Ребро на месте. А, он стоит. А, не такой. Желто-оранжево-зеленый. А, должен быть желто-оранжево-синий. Если он стоит вертикально, то есть желтым вверх, это хорошо. Вот поставим его над каким-то ребром, которое стоит на месте. Под него, под это ребро, подведем место, где должен стоять уголок. И сделаем три пиф-пафа, и тогда станет хорошо. Ну, либо другой алгоритм завтуел какой-то приспособить. И вот сюда встал. Дальше сюда нужно желто-зелено-оранжевый. Вот такой. Это центр, напомню. Это угол. Это ребро. Вот из такого положения можно что-то из автоэл сделать. Попробуем. Отведем вот так. И вот так. В обычном кубике Рубика это была бы перевернутая пара. И сейчас она не красавица. Зато мы можем ее сюда загнать. И ребро встало на место. И уголок встал на место. Дальше. Сюда. Вот этот. Мы можем его поставить даже здесь. И можем здесь объединить. Мы вот так вот вращать не можем. И вот так вот вращать не можем. Но можно попробовать сделать пару. Вот этот зеленый элемент должен быть здесь. И к нему он хоть и по красоте не подходит. Но вместе они сюда встанут. Потом сдвинем. Вот получилась пара. И вот так вот ее с левой стороны загоним. Это не всегда очевидно. Но вполне можно догадаться. И в итоге два слоя уже собрано. Конечно сейчас я уже побыстрее собираю. Но первая сборка была подольше. Подольше. Если необходимо отдельно какое-то ребро ставить. То также из автоил что-нибудь можно использовать. Либо достать уголок. Собрать пару. И потом вместе их поставить. Так чаще бывает проще. Дальше. Крест здесь готов. Это большие ребра. Как на фишере. Если бы его не было. Можно было сделать фронт, пиф-паф, фронт штрих, палку, галку. Все работает. Давайте что-нибудь смоделируем. Чтобы хорошо вращать. Чтобы были движения и R и F. Нужно вот этим прямым углом подвернуть. Вот так вот. Чтобы поворачивать. Чтобы вот это было движение R. А вот это движение F. Так вот держим. Можем сделать F. Пиф-паф. Ф-штрих. Ну и вот получили галку. Ну соответственно чтобы галку решить. Мы делаем F. Обратный пиф-паф. Либо два обычных. Ф-штрих. Может случиться псевдопритет. И решается он точно так же как на фишке и других подобных головоломках. Моделируется тоже не сложно. Это на обычной трешке. Вот. Вроде первые два слоя собраны. Если довернуть. А здесь три уса креста. Для тех кто с псевдопритетом еще не сильно знаком. Напомню что это вот такая вот ситуация. Тут не до крест. Тут все собрано. А это ребро перевернуто. Но здесь ребра симметричные. Поэтому мы не видим что они перевернуты. Но симметричные все четыре. Поэтому можно развернуть любое. И псевдопритет решится. Если мы делаем алгоритм отсюда. Потому что здесь у нас уголок хорошо стоит. То развернется вот это ребро. В принципе таким способом можно и каждое ребро разворачивать. Если не хочется делать палки-галки. Это такой не очень эффективный способ конечно. Я делаю пиф-паф. Разбиваю на трехходовку. Ну и трехходовку загоняю. И вот получился крест. Дальше. Из любого положения можно собрать крестовое ОЛЛ рыбками. Конкретно здесь можно сделать левую рыбку. И все соберется. Если что-то более сложное. Просто рыбок сделать несколько. Это стандартные техники. ОЛЛ применяется в тех же всяких сиамских кубах. Когда недоступны какие-то вращения. Но чтобы делать рыбку. Нам нужно. Можно вот свободный уголок взять. Кстати. Вот так вот подворачиваем. Даже вот так. Свободный уголок. Чтобы до ворота нижнего не было. И делаем спокойно левую рыбку. Так. ОЛЛ готов. Бегай сверху. Дальше. Я по всякому пробовал. Ограничения все-таки на движении есть. Алгоритм из 3 на 3. Который. Вот такой вот. Из мета для начинающих. По перестановке углов здесь. Невозможен. У меня не получилось его тут. Присоединить. Слишком сложно. Поэтому я подумал. Что неплохо было бы. Сначала расставить по местам углы. При помощи Т-перма. Так как у нас доступны движения Р и Ф. А потом как-то переставить. Ну такая мысль у меня была первая. Ну уголки сейчас стоят на месте. Давайте я их сломаю. Вот сломал. Посмотрим что здесь. Вот эти вот элементы двухцветные. Уголки. Ставим на место оранжевый. Красный не на месте. Синий не на месте. Зеленый не на месте. Подвинем. Не на месте. Не на месте. Подвинем еще. На месте. Нет. 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 Не везет. Вот. Синий и красный на месте. Два угла. А теперь переставляет два вот этих угла. И еще ребра. Ну пока нам углы интересны. Вот эти два угла ставим слева. А вот эти два мы переставим. Поменяем местами. Для этого нам потребуется опять же движения Р и Ф. Подвернем вот так вот. Чтобы Р было. И Ф было. Триугольник такой стороной. Ну и делаем. Пиф-паф. Р-штрих. Ф. Р-2. У-штрих. Р-штрих. У-штрих. Р. У-штрих. Р-штрих. И видим, что уголки встали на место. Ну нижний слой я просто довернул. Дальше. Осталось переставить ребра. И кажется. А что нам мешает сделать Юперм? И да. Первый раз я действительно так сделал. Сделал Юперм. И тут вспомнил, что центры-то у нас двухцветные. И естественно один развернулся на 90 градусов. С Юпермой такое бывает? Ну подумал. Ну наверное пришла пора, когда действительно стоит использовать алгоритмы для разворота центров. Потом пришла мысль, что не настолько все плохо. И надо как-нибудь сделать сетап мув, сделать ТПМ, что-то отменить и так далее. Но сетап мувы предполагают движение М. А здесь у нас дреугольник и движение М просто недоступно. А значит пришлось вспоминать другие способы перестановки ребер без разворота центров. Ну и на помощь придет конечно же опять рыбка. В обычном кубике такая комбинация конечно очень неэффективна. Но в Бермуде оказалось полезно. Делаем сначала правую рыбку. Перехват. Делаем левую рыбку. Как бы отменяем. Тут все восстановилось, но ребра переставились по часовой стрелке. И это полезно, и это хорошо. Если нужно сделать обратно, то делаем сначала левую рыбку. Перехват. И делаем правую рыбку. И получается перестановка против часовой стрелки. Вот я вспомнил, что такое существует. За пару минут вывел куда и что перемещается. И решил применить это здесь. Здесь опять нам нужно вращение. Хотя даже не обязательно. Нам достаточно уголка для рыбки. Нам что нужно? Зелено-оранжевый, чтобы пошел сюда. Это перемещение по часовой стрелке. Собранный ставим сзади. Уголок подворачиваем сюда. И делаем рыбку. Р, У, Р' У, Р, У2, Р'. Вот получилась рыбка левая. Так она выглядит. Надо перехватить, но вместе с тем и передвинуть вот этот уголок, чтобы левая рыбка вращалась. Л-штрих, У-штрих, Л-штрих, 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 У-2, Л. Ну и все оказалось собрано. Вот так вот я собрал Бермуду Меркурий. Не сильно сложная и вполне доступная головоломка из новой для меня серии. Еще ни разу я их не собирал, Бермуды. Ну и впереди много интересного. Думаю, что там есть и посложнее какие-то экземпляры. Собираете ли вы Бермуды? Напишите в комментариях. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.